Друзья, всем привет! Продолжаем играть в Сталкер Ловить Снов. Уже завершаем, судя по всему, его проходить. И кое-что прояснилось по поводу предыдущей части локации. Оказывается, ключ в доме призраков всё-таки есть. Где-то там на полочке лежит. Да и в доме с полтергейстами тоже кое-что можно для себя взять. Поэтому непременно возвращаемся и смотрим. Ого, фига себе два пулемёта лежат. Бери, не хочу. Что-то я прям вылетел, а тут зомбарисы стоят теперь. И звук странный. Но это от аномалии. Ого, а тут вообще монолитовцы сидят, представляете? Им вообще нормально, я смотрю. А я просто хотел посмотреть, есть ли тут что-то в гаражах. Мало ли чего они тут сидят. Но, походу, что нет. И тут монолитовцы. Ой, их тут много, я пошёл. Не грусти, друг. Короче, говорят, здесь где-то артефакт лежит. Ну, это сталкер, у костра поговорили. Посмотри, говорит, внимательно где-то. Братья, здесь. Отспамнились, а, гады. Этот в стене застрял. В общем, где-то артефакт. Возможно, надо детектор достать. Но не, именно в доме что-то я не вижу артефакта. Может, он шепчет? А, действительно, представляете, это артефакт шепчетал. Я-то думал, это аура такая у дома. Получен предмет неизвестный артефакт. Что он из себя представляет? Да, собственно, ничего. Слышали? Поезд что-то там сигналит. Это ладно, возвращаемся. К ключу. Да, вот он тоже. Прекрасно его видно. И тут обычный пулемет. Хуже моего, кстати. Даже можно сравнить. Хотя, стоп, повреждения одинаковые. Позже я почему-то думал, что ПКМ Брюхова лучше повреждения. Но нет, здесь, походу, именно патроны лучше. Ладно. Дальше что? Плюс один. Полезно. Ну и плюс один, минус один. То же самое. Тут чисто от патрончика взять, да покушать. Все. Можно возвращаться. Ёлки-палки. А здесь опять отспавнились. Смотрите-ка. Как их мну... А, еще и вылет. Да что за ужас? Я только что тут, блин, всех зачистил. Они заново отспавнились. Как-то наводнили они Лиманск. Хотя казалось, мы тут наши прошли. Ладно, я могу с ними не воевать. Мне главное вернуться просто. Кстати, ПКМ. Его стоит подбирать ради Патриков. Ребят, я вернулся. Все, осмотрел, все потрогал. Можем от... А, стой, не можем отправляться дальше. Теперь с учетом надо поговорить. Надеюсь, сейчас диалог сам не активируется. Приветствую на нашей научной базе. Профессор, я тут нашел один странный артефакт. Гляньте. Секундочку. Опять же, есть ли у него характеристики? Нет. Да-да, показывайте. Да, необычное аномальное образование. А где вы его нашли? В одном старом доме, недалеко от реки. Угу, все ясно. Мне нужно изучить этот артефакт. Вы не против? Да на здоровье. Хорошо, тогда я позову вас, когда узнаю о нем больше. Ну, тут можно поспать, значит, сразу. Часов до восьми. Нормально будет, суточки. А вертолет все это время висит, прикиньте. Думаю, господи, да когда они уже там? Подойдите, пожалуйста. Отлично. Что вы узнали об этом артефакте, профессор? Это очень редкий артефакт, господин. Я связался со своими коллегами, и мои догадки подтвердились. Этот артефакт имеет свойство гипнотизировать жертв. Нужно лишь активировать его. Вот так. Воу-воу, погодите, профессор. Не нужно демонстрировать его свойства. Если он действительно может гипнотизировать, значит, лучше этого не делать, верно? Хе, вы правы, молодой человек. Что-то я заигрался. Послушайте, а вы могли бы еще раз посетить тот дом, где нашли этот артефакт? Я дам вам своего человека, чтобы он просканировал местность. Допустим. А что вы хотите найти в том доме? Мне просто интересно, сугубо в научных целях, как этот артефакт там появился. Видимо, в том доме сильное пси-поле, которое появилось там по определенным причинам. Мне нужно больше данных, чтобы раскрыть эту загадку. Чего-чего? Загадку? Ну ладно, давайте проверим с вашим человеком тот дом еще разок. Вот и отлично. Мой доцент будет ждать вас вот здесь. Вот, я добавил контакт в ваш ПДА. Вы уж будьте там аккуратны, господин ассистент. Бывай. Только придется разгрузиться дополнительно, чтобы полегче бегать. Ой, красота. Бьяночка, пойдем с нами погуляем. Чего ты? Чего ты, блин? В комментариях меня обманули там. Подарить цветочек будет тебе сюрприз. Какой сюрприз? Ха! Не, если бы этот мод делал разрабчик ЭДЗ, то тут бы... Такие приколы были с Бьяночкой. Еб-то теперь сплодилась, Монолит. Да, опять вылет. Что-то сегодня, кстати, чаще обычного вылетает. Да вы смеетесь. То есть второй раз я в этом же месте прицеливаюсь, и у меня вылетает игра. Ладно, хорошо. Мне нельзя целиться с винтореза. Дайте просто пробежать тогда. Ух, как я могу. Бля, видели, как прыгаю? На разгрузе вообще одно удовольствие бегать. Да че они спавнятся-то каждый раз? Вас, блин, будет ждать мой человек. Он убил зомбу! Ах ты гад, это был друг мой. Падла ты, вот ты кто. Наконец-то. Чувак, я уже давно сделал все сам. Почему так долго? Да иди ты в задницу, ты убил моего друга. Это был добрый зомби без оружия, который ничего плохого никому не сделал. Ну че так долго? Ну? Мужик, блин, я бы же давно сам тут все просканировал. Так, а что тебе мешало? Вперед сканируй. Эээ, нет, так не пойдет. Профессор сказал ждать тебя. Вот я и жду. Понял? Ты че такой грубый? Для ученого ты какой-то дерзкий. Угрожаешь мне? Только попробуй сделать мне больно. Все, хватит трепаться. Пошли делать нашу работу. Какой-то он реально странный. Барона. Давай сканируй. Я пока тут посижу. Надеюсь, никто не придет к нам. Что тут со спавном? Почему он сломанный? Ну вы буквально видели, что я только что тут был, вернулся. Я его тут был, всех убил, ушел, пришел, они опять тут. Но надеюсь, что это в новой версии пофикшен, а этого нет. Фу, блин, сердце в пятки ушло. Давай быстрее сканируй. Три, четыре, пять, ноль, Д. Три, четыре, пять, ноль, блядь, 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 блядь. Здравствуйте, Светлана. я в шоке а что если в этой ситуации мы действительно не правы то есть мы как какого-то деда забрали артефакт и он всего лишь хотел его себе вернуть это действительно очень и очень прискорбно мы хотели найти до цента чтобы все с ним было нормально я же его прикрывал все таки но он тут с ним все хорошо покойника обыскать есть вариант да есть но ничего особого вылез который к этому моменту же будет оружие то хотя бы особенно нет ружье совершенно обычная дурак я по программе еду что ты не понимаешь индекс такси блин ему еду по программе да я воду чего ты совсем с головой уже не дружишь другалек не понял светлана вы пылесос покупать будете ты чё дурак мне 54 года я пожилой резистор не мешайте мне рожать хлеб козел ты ясно понятно ты мне сразу мне понравился я пошел отсюда рассказать профессор но я не буду его убивать наверно я не знаю что это повлияет но все-таки давай удачи счастливо оставаться профессор там с вашим человеком какой-то трэш приключился рассказать не но это уже край отвечаю господин ассистент челодой маловек вы кажется припухли мальца просыпайся и ржан вы что тоже больной на голову отлично вот теперь вроде бы на данный момент я прошел все квесты на локации а это кто кстати пойдем посмотрим какой-то важный персонаж там вдалеке сидит вдруг у него тоже какой диалог есть ковальчук не он спит ему кайф ладно тогда все берем все снарягу идем дальше кстати красивый кадр да так солнечный ой и не мин во вот так вот солнечные лучи сквозь эту установку проходит красота все берем все и поехали теперь точно не исключаю что где-то тут лежит тайник с еще один марта плюс 1 минус 1 мне это не надо готов отменено врагов надо истреблять разобраться с наемником но там ничего не поделать минов лиманск выбрали таллин старым госпиталем вместе с капитаном смирновым и отрядом военных которые были вооружены до зубов и явно знали свое дело к счастью у нас были общие цели не знаю когда именно я изменился и что он не переклинило раз я до сих пор в зоне преследуют задорова может стоило просто вернуться в институт может стоило оставить все позади как страшный кошмар я сделал свой выбор и теперь поздно поворачивать назад я не уловил момент моего перерождения из обычного научного студента в кровожадного бойца рвущегося к своей цели как воин за трофеем ведя трубленной головы своего врага кажется я понял мы не рождаемся определенными предрешенными личностями с определенными характерами и судьбой человек может прожить полвека не сделав ни одного плохого поступка а вторую часть жизни посвятить убийством разбоями насилию я понял это для себя я понял мне нравится быть тем кто я есть сейчас раз я забрался так далеко значит я узнаю правду чертов профессор ответит на мои вопросы я узнаю что это за артефакт и почему я все еще жив после его снов да и жив я вообще или это все очередной кошмар не знаю но я выяснил уроки жизни в зоне и понял что это именно та жизнь которая мне нравится мы строим свою судьбу сами мы те кто мы есть ближе полететь не сможем в воздухе большое количество аномалий придется идти отсюда конец связи удачи вам парня на крыльях и кара обсудить ситуацию с капитаном смирновым а тут смотрю уже война в самом разгаре это наши да хрен там наши все тут сейчас видимо фанатиков дискотека судя по увиденному так ладно пора может через шумок да проскочим к саркофагу спрошу тебя еще раз парень ты готов к году так точно капитан я готов как никогда можно снайпу отстрелять да выкинуть по щас народу помрет ну что тут уже поделать где все а вижу что не ваншот ладно уж я промазал ну да если не в голову попасть то не получится замочить тут музыка играет я очень-очень надеюсь что она не с авторским правом иначе мне придется вырезать весь звук и вы будете смотреть не мою картинку так ну вроде идем дальше не очень сподручно стрелять с в дэшки с прибой было бы повкуснее но пока так видите это сумасшедшая отдача поэтому я освою ушки свое время отказался но все прокачивается с другой стороны да если приноровиться то вполне можно наваливать он настреливаю же вот эта дуэль была своя дешная нормально наваливается хотя ты блин ржевой все я свою ушку отстрелял можно теперь с гаусской поприкалываться только попадать надо конечно гауски патронов очень много тут важно чтобы у нее состояние не сильно падала там их больше сотни если почти каждый выстрел ваншот там зомбу вот может это пасхалка слава колдун да нет вроде обычное имя опа пошел процесс помочь военным прийти в себя и опять единственный кто что кликать надо кого привести чувство но привожу вроде вроде стоют кто еще кого-то поднял выполнено опа саркофаг что или чистилища ты с клюва мать твою что происходит данька ржавый не мельтеши мужик я вообще-то не в настроении ведь жду свою очередь на страшный суд блин то же самое кирюха пульт остерегайся кочевников они не дают уйти нам отсюда кто такие кочевники это сражи которые контролируют чтобы жертва попавшая безду не смогла сбежать от страшного суда мы тут знаешь ли в загробном мире и все ждем очереди на великий суд инквизитор помоги мне ассистент он сжирает мой мозг смотрю ты уже не такой загадочный как раньше мать твою ловец снов совсем рядом он ждет тебя беги беги пока он не захватил твой разум парень слушаем мужик не знаю этому очередной сон или твоя ловушка что происходит где мы на этот раз я был слеп я был так слеп задоров отдаст ему свое тело ты должен остановить его кто кому он отдаст тело не говоря отрывками носатый артефакт обладает сильной энергией собственным разумом профессор лишь пешка в его руках он не понимает что собирается сделать останови этот голос в голове прошу тебя ассистент логичных ответов очевидно хрен не дождусь да смысле понятно же все что у артефакта есть разум он хочет вселиться в тело задорова для того чтобы там не знаю для чего чтобы мир захватить что еще может злодей хотеть чтобы зону расширить на всю планету поэтому мне как раз все понятно прости меня парень сам не догадывался какую игру затеял артефакт с нами прости карп кстати тоже из прошлых частей тут все такие охмурая 5 у тебя контракт хорошую жизнь смотрю в лотерею выиграл что тут яйца жмешь беги отсюда но они пресс-минус одно и то же все говорят о это ремарк шоль он еще видите не просвечивается а крамер будет просвечиваться а ты еще кто черт ладно всяко лучше чем разговаривать со своей второй личностью ремарк ты тут знаешь что-нибудь об этом парне нет ну ладно иди отсюда короче вот он сидит свое место варк у ассистент здорово друг слушай ты бы тут лучше не блуждал рано тебе сюда варк и тебя сюда направили а ну да меня же так тварь на болоте прохнула забыл что ли прости что не смог помочь тебе в этот момент извиняйся дружище все путем если бы не ты я бы так и ломал голову о том что там происходило на самом деле рад был нашим знакомству а теперь ступай тебе тут нельзя находиться сам понимаешь почему что это за место нам же объяснили что это место где ждут суда великого страшного вот она какая жизнь после смерти дропей мне так жаль я пытался тебе помочь да тут нету твоей вины пацан просто знаешь обидно что все именно так закончилось капитан полковник они еще живы думаю что да скажи мне ты знаешь где мы хотел бы предположить что где-то в раю но не думаю что я заслужил то место если он конечно существует а вот тебе тут не место ассистент ох чую я твой запах не мертвец ты значит покойся с миром дропей я постараюсь вернуться к нашим и остановить задорова да погоди ты не знаю если разница сейчас кто из нас жив а кто мертв но там дальше по коридору бездна я прыгал туда будто знал что для меня это уже ничем не закончится а вот что с тобой станет прыгни ты туда я не знаю выбора нет раз мне вниз значит так тому и быть тогда пошли вместе что ли сиганем а мне-то уже терять нечего за компанию с тобой в поддержку чего же не прыгнуть пойдем какой-то жмых около меня артур воробей ну плюс-минус болванчики одно и то же говорят толстяк вот какой-то жмых сидит рус пельмень чего ты здесь сидишь а неужели не ясно моя очередь на носу вот и сижу жду когда за мной придет один из этих тупорылых кочевников и своему же мне туда прыгать а так смысле прыгать все-таки надо лукой могу туда он перепрыгнуть на ту сторону и вот видишь не так страшно да что теперь мне нужно выбираться отсюда этими займемся пацан в бездне посмертия есть дверь которая ведет в твой мир в живой реальный мир тебе-то и нужно найти ее здесь а а подводные камни на пути будут здесь очень неспокойное место ты можешь встретить корпусы но они безобидны а вот кочевники могут представлять для тебя угрозу они глупы но если попадешь в их поле зрения весь скелет по косточке пересчитают они тут типа этих каких там стражей его блин дропе я думал мы на одной стороне а чуть раньше про них сказать не мог например там свин наверху а что изменилось то ты же выбраться отсюда хочешь значит все равно бы сюда полез правильно правильно поможешь мне мне вообще-то сюда не положено чем смог помог сейчас я разобьюсь и снова буду ждать свою очередь на страшный суд там наверху так что удачи тебе ассистент она тебе тут пригодится помню умрешь тут умрешь в реальном мире прощай передавай при забей удачи ну давай до встречи в загробной жизни кочевники корпусы что за лабиринт мать вашу я снова сплю это все галлюцинации так ведь оружие мне достать не дают надо искать выход там вижу телепорт ну что пойдем в телепорт на при нем крайне мере посмотрим что будет сначала заметили потом потерял аж а вон они кочевники наверно бегают черти не походу эти телепорты ничего не ведут а вот какое-то место интересно вот как раз откуда мы упали да какой-то выход мне 1 те я снова сплю что на этот раз нужно отсюда выбираться нужно нужно он даже что-то светит да блин я боюсь ребят да ёб твою мать ключом можно что-то открыть пригодится о вечный стан все забейте я умер а чё все потемнело странный ключ из посмертия он светится и произвольно вращается в руках будто бы левитируя это понятно а пока что что я снова то же самое очевидно что если есть ключ значит есть дверь только теперь все потемнело после перезагрузки вот это напряжно и теперь не видно ровным счетом нифига скорее всего типа также надо ходить искать звуки ноты и звуки опа открыть загадочную дверь инквизитор а ее паузу на поставить меня кочевник заметил знаешь ассистент тот кто никогда не жил умереть по сути не может я потратил большую часть своей жизни на семейный бизнес который я с гордостью разрушил всего за несколько месяцев потерял любимого человека а придя в зону я обрел своей жизни новый смысл я верю что есть в зоне панацея которая способна мне помочь после всего случившегося я верил что ловец снов позволит мне вновь увидеться с моей возлюбленной но он лишь кормил меня пустыми иллюзиями я узнал об этом артефакте из местных легенд в чзо тратил все возможные силы на поиски этого артефакта и вдруг узнал что этот артефакт нашел один известный сталкер практически крамер я отыскал этого человека и по моей просьбе он отдал мне этот артефакт я решил что наконец-то смогу воплотить свою цель я действительно смог еще раз увидеться со своей умершей женой но что толку в тех сладких иллюзиях где я ее встретил она была уже совсем не тем человеком которого я любил и вот я снова в его снах в твоих снах разбитый подавленный без цели идущий в бездну я сходил с ума каждый раз засыпая не по своей воле постоянно встречал тебя только тебя и тебя мне казалось что ты есть мой ключ я думаю что именно ты поможешь мне разобраться с моими желаниями ловец снов обещал мне вернуть к жизни мою жену понимаешь он просил лишь вести тебя к нему навстречу прости парень но нас двоих обманули мертвых не вернуть а живым нельзя долго находиться в мире мертвых только теперь я это понимаю только сейчас я понял какую ошибку совершаю прости меня парень я вот сколько тебя слушал за все наши с тобой встречи так до сих пор и не понял ничего поэтому уйди с дороги мне кажется что ты просто больная фантазия ошибка в коде программы не более того пусть так ассистент пусть так но помни что ты плетешь паутину твои нити строят судьбу многих я вот не сразу это понял достал уже ты меня бесишь больше чем все то что со мной происходит что за философия в твоих устах мужик говори прямо либо заткнись и прочь дороги ловец снов уже давным-давно выбрал тебя ты оказался сильнее чем профессор задоров ты не поддался его голосу поэтому артефакт понял что тебя придется изрядно истощить чтобы забрать твой разум и тело он подготавливал и подготавливает тебя дальше к своей церемонии и он своего уже добился ты лишь сосуд который скоро будет наполнить невероятной опасной и ужасной энергией ты паучок плетущий нить по всему человечеству не подозревая об этом ты проводник не артефакт а ты ловец снов это лишь высшая степень энергии сверхразум сущность без тела а вот ты тот кто сможет им управлять однако случилось все и беда наоборот он ведет тебя по своему сценарию ассистент ты есть ловец снов парень все сходится да иди ты к черту инквизитор хренов я устал устал мать твою слушать твои бредни прочь уйди из моей головы поехали о трейлер stalker 2 новой к поговорить с капитаном смирновым мы в жопе капитан что случилось драпей погиб я пытался ему помочь я виделся с драпеем разговаривал с ним мне кажется в этом нет смысла вот это говорить потому что он меня все равно не поймет короче жаль знаю если бы не ты полковник я были бы уже на том свете спасибо тебе не в первый раз ты можешь курс спасаешь черт что будем делать остались только мы но план тот же нужно добраться до саркофага и остановить задорова этот выброс был спровоцирован специально его рук работа я уверен мы справимся нас ведь всего осталось черт три человека а если попробуем пройти сверху по станции пока ты был в отключке полковник пытался пройти там сильный фон и аномальное поле не выйдет увы только понизу значит вперед да боец прикончим ублюдков и положим конец на всю эту историю матью так и поступим за что зомбу он добрый капец как вы что-то видите так ну по сути наше задание каково просто дойти до входа в саркофаг ну по факту да поэтому просто погнали попутно отстреливая всяких прорывая оборону иду прямо непосредственно ко входу мне кажется можно и ждать мужиков как раз таки они отвлекают а я тут мы почти добрались до ангара мы справимся справитесь справитесь осталось совсем немного блин тут народу конечно что пробуем пробежать на пулемет в руки и погнали а с пулеметом не бегать жидат оба это что же вы пугаетесь о мишку фредди они запустили сюда мишка фредди потопы потопы вот и весь мишка фредди фу напугали блин а дело сделано погнали дальше саркофаг посмотрим если тут монолит можно ли загадать у него желание но и долго же шел к этому вот мы и в саркофагу чаяц осталось найти профессора и остановить его любой ценой с трудом но мы пробились саркофаг чаяц осталось поставить точку в нашей общей цели стоит слушаться капитана смирнова и делать все по инструкции без проблем осталось совсем немного боец мы остановим профессора нажимая кнопку на пульте управления пора поставить точку так точно вообще без проблем могу и брата закрыть и уйти там поехали завершён человек иди ко мне короче мужики исчезли я переместился фиг пойми куда пол павук а чё он тут лежит одихает так ладно я оттуда идет дальше блин с пулеметом он не бегает конечно чем проблема потом по рации видимо пытается на связь выйти ну да какие роботы хочу сюда сходить просто посадить что здесь может для меня какие-то подарки будет аномалия а ну-ка тут будет что нет а в ящике ну слушай блин что то есть разных патронов аптечек короче все что нужно для жизни надо с рпк-шки пострелять реально че я ее ношу-то же финал игры че ребят помочь им побахаем дурачков че за фигня роботы ребят реально роботы с кресками помню броня кстати сдохла скорее всего вот их галстк это и не ваншотит хотя да не в голову есть ваншот шут и прячешься по одному дурачки ловите это сать вам обувна вообще пофиг ты обретешь это эффект но одного снял ну конечно галстка им вернее гранатомет особо вреда не нанес нынче зато весело опять пабук о пищу патронов хераси чё такая щедрость так вообще можно было всю игру не покупать еще икза тут есть да посмотри тут наверно самые вкусные арты ща еще дам дед не переживай есть такой а так тут что ну галстки то есть да можно было не копить это зачем-то вот такие арты остальные туда-сюда е-мое вот это прикольно вот этот реально очень крутой остальное мне не надо в принципе пошли ой 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 я ошибся ребят комнаты вышел они там сидят толпой прикинь боже пулемет им вообще с растачкой на пусть на раздельность он просто все разрывает блин они мне теперь жизни дадут надо им туда пару сладких сюрпризов отправить это раз ну и как не все так наискосок 2 все рпг можно выкидывать чтобы не таскать с собой нормально под разгрузился под конец игры я ребятишкам точно не сладко твой путь завершается иди ко мне твое желание скоро исполнится о вон по пересдыхали царь когда мажет жестко елки-палки не конечно наверное их лучше с гаусс пушки мощить вот таких местах это тряска когда начинается ариа стайл очень сложно конечно выцепить кого-то у нас выход сразу к монолиту а мне все что нужно сделать а это не понадобит извиняюсь тут есть какой-то покойник я вижу на этом уровне но у меня сюда у нее там кто-то есть смотри-ка зомбу нет доступ ошибка не понял а чё не нашел что-то твоя цель здесь иди-ка значит надо дальше идти вознагражден будет только один ну вот выгодки на сейчас я туда своей цели доберусь блин подвох опять павук практически полностью пустой кроме одной папки записями диктофона с названием чудной доктор создание суде по дате 0903 21 три года назад аудиосообщение я просто хотел вернуть свое счастье но был обманут как и ты фута а тут озвучено ну вроде помер поехали страшилка какая-то он тут не пройти а так понял специально аномалии без и заделали чтобы не запрыгнул поэтому придется по длинному пути в любом случае идти а вот и профессор но возле камня монолит найдем путь исполнитель желания наконец-то ты пришел ассистент помоги же мне завершить перевоплощение мы сможем спасти этот мир профессор вы еще здесь я знаю это артефакт управляет вашим разумом ловит снов тебе до него не достучаться он полностью мой где что своими друзьями где капитан смирнов и полковник громов я моя случайно мискликнул что ты ублюдок сдохни тварь убить но это не то что я хочу надо отгружаться прости профессора по-другому видимо не получилось не давай отгружается я случайно я не хотел бы ковать мне кажется можно по-доброму как-то разрулить все ситуируем тем более если есть такой вариант что с моими друзьями они там где ими положено быть ассистент пока что они живы но это пока что а ну тут лишь по-любому те ублюдок ничего не понимаешь юноша я хочу помочь человечеству можно выслушать ты видишь профессор уже почти мертв ему ничем не поможешь увы однако вместе мы смогли бы остановить все то зло что окружает эту планету что значит профессор уже мертв что ты с ним сделал что ты вообще собираешься осуществить какое к черту зло ожидает планету человечество постоянно делает ошибки она не может стать лучше ассистент смерть голод уничтожение целых стран насилия деньги обман человек несет за собой только боль и страдания он унижает себе подобных растрачивает драгоценные ресурсы земли человек это падальщик неужели дав вам разум вы решили что стали богами этого мира думаете на вас не найдется настоящий бога что за хрень ты несешь в чем лучше ты что готов дать ты этому миру я хочу сделать всех нас одним целым ассистент мне нужно чтобы ты пустил меня в свою голову ты получишь силу и знания которых нет ни у кого на свете мы станем богом тем самым о которых вы пишете в своих рукописных книжках как думаешь ассистент кто я плевать я хотел на то кто ты мир не идеален люди тем более но каждый отвечает за себя понял жаль мне очень жаль не очень прискорбно от того что такой потенциал уходит в пустоту мне придется взять тебя под контроль силы а так я тебе и отдался чудовище убить прости профессор по-другому видимо не получилось бы ну да тут только один вариант что сразу убить ну как тогда в принципе мод и не подразумевает разлить ветвение а желание можно сгадать о можно этот кусок камня не способен исполнить ваши желания однако надеюсь и верю что у тебя все хорошо в жизни задоров а зачем не лови снов я не хочу его брать но тем не менее отметка висит то есть с этим ничего не сделать логов артефакта ловят снов ничего ты добиваешься своими действиями систем почему я не могу двигать знаешь ведь я изучал человечество множество веков нет 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 спустя миллионы лет эволюции будучи закованным бесформенное пространство я не мог никак повлиять на ваши ошибки но вот зона заткнись уже именно в этом месте все началось вы сами породили ее на этой планете открыли на сферу и впустили сюда невероятно что ты черт побери такое несешь а благодаря этому я и приобрел свою собственную личность силу разум и даже нет этого не может быть нет пойми меня правильно ассистент я хочу излечить человечество хочу вам помочь я схожу с ума очень слабые беспомощны перед всей той мощи что скрывается от ваших глаз так позволь же мне начать твое забвение давай же вместе спасем этот небо заткнись поверь я научу тебя видеть все по-другому я дам тебе силу которая сделает тебе реальным богом о котором вы так жадно мечтаете своих рукописных книжках просто позволь мне соединить наш разум не отвергай меня парень прошу приходи в себя нельзя сейчас спать давай давай ты ты же мертв ах ну конечно я ведь снова во сне мертв да я погиб еще три года назад в реакторе ча с думаю ты и сам видел мое тело тогда я просто пытался добраться до исполнителя желаний я хотел вернуть одного дорогого мне человека я уже говорил тебе однако как бы это смешно не вышло я умер от смертельной дозы радиации в полушаге от осколка монолита это все конечно очень печально мужик но каким боком ты смог со мной встретиться наша первая встреча была в мертвом городе я так понимаю что видел тебя только я верно носатый ты прав пришлось проложить очень много усилий чтобы остатки моей души встретились с тобой в будущем самого начала нашего знакомства я уже был трупом погоди ассистент сейчас уже это все не важно если ты сейчас же не возьмешь себя в руки то артефакт завладеет твоим телом соответственно твоя личность умрет чего а какой мне резон верить твоим словам ты же тоже кукла ловца снов прости играть загадочного шизофреника у меня больше нет сил я говорю прямо так как она есть ты либо встаешь и сопротивляешься тому что происходит либо становишься марионеткой как и я и издыхаешь здесь как кретин а непривычно с тобой говорить так серьезно еще недавно ты нес чушь двери бусы загадки противный смех что изменилось новые обстоятельства парень знаешь жизнь для меня это всего лишь дистанция за дверь гроба который я уже пришел я был обманут и помогал артефакта вел тебя к нему тем самым я также обманул и тебя уж извини но теперь я понимаю что мы с тобой не просто так встретились самого начала я тебя поставил да но мне же и выпал шанс тебя спасти присыпайся ассистент не дай всему вокруг рухнуть из-за чужих ошибок не дай обмануть себя самого не верь никому ну вот другое дело снова твои проклятые ребусы и лексикон зануды таким ты мне нравишься больше окей скажи мне носатый как мне проснуться на этот раз сейчас ты в самом богове артефакта здесь он буквально живет ты в его сознании и пока что сопротивляешься ему убей его здесь в его доме детали ситуации будут да какие черту детали ассистент он сейчас разгуливает по своему дому и наращивает свою силу питаясь твоим рассудком просто прикончил его как угодно возможно он разделить свою сущность на осколки душ тогда придется найти каждую убить тут я конечно не уверен но ты должен хотя бы попробовать чуть не забыл свет твой друг он тебя оберегает в этом мире эм ладно ну раз все так просто иду его убивать спасибо блин я смогу испугаться и заплакать ох и в предятины вляпался да а так это что вот помните мы играли забыл от кого оружие мне понятно нет есть гвоздь связка ключей в опасности кажется они действительно не видят меня когда я нахожусь рядом со свечой или лампой не но это уже конкретная страшилка я в такое не играю у павук здорово еще мы с ним делать да ничего а ты чё кого дверь откроется если уничтожить все осколки душ ловца снов оружие есть какое-то мне дятел так там темень кайфанул с нечет предлагает на выше подняться спать как хочется спать охота кушать очень хочется я хочу кушать просто позвольте сединить наш разум жесть страшилка погнали дальше кушать очень хочется реально страшилка но в целом нормально целом все можно пробежать не отвергай меня парень прошу вот мы встретились снова ассистент профессора это действительно вы или со мной говорит артефакт это действительно я молодой человек точнее то что от меня осталось профессор я убил вас вы не контролировали себя простите тебе бы перестать изменяться за то что ты делал ты не виноват тобой все время управлял артефакт что все это время о чем вы после нашей с тобой встречи на интере артефакт уже взял тебя под контроль направлял тебя ты стал такой же марионеткой как я так стоп так это он направлял меня я сам решил отправиться за вами ты правда думаешь что сам решил преследовать меня добрался прямиком к саркофагу и остановил меня я не понимаю профессор объясните же что происходит артефакт управлял моим телом и уже давно подчинил мой рассудок я догадывался что он хочет сделать он использовал меня в качестве временного сосуда чтобы воплотить свои планы по уничтожению всего человечества а ведь для этого ему нужен был ты он давно заметил твою сопротивляемость он понял что ты сможешь стать его человеческим обличием и вот он вел тебя по своей нити но итог сам видишь ловец снов своего добился ох и бред я остановлю этот идиотский артефакт профессор скажите что нужно сделать для этого ты должен не слушай его ассистент это я жертва экспериментов этого профессора все совершенно не так а вернулся таки ловец скоро ты превратишься в засохший камушек который будет украшать разваленный под саркофагом понял меня бесполезно он уже давно сделал то что задумал ассистент все что ты можешь это поскорее проснуться скорее артефакт уже внутри тебя как же этот дурдом скоро закончится не дам я ему свое тело для этого меня моя мама такого красивого рожала ты должен проснуться он врет профессор врет тебе он хочет сделать тебя новым сосудом для артефакта не слушай его пожалуй я просто поищу выход уходите все все вон из моей головы он нож на мою такс это был последний осколок надеюсь что да поехали выполнено покинуть плуговый артефакт все да кого выбраться саркофаг а куда нормально нормально иду ребята я потерялся как на злом я ни выносливости ни хрена нет но энергетиков а кто же нам что под конец бегать придется в любом случае вроде как вниз эти а все так вот значит кончилось полковник громов нет этого не может быть сначала драпей теперь смирнов я должен был все остановить я должен был взять всю операцию по свой контроль о чем вы полковник зачем вы меня стреляли а кто здесь ассистент ассистент и тут с вами все нормально полковник я тут перед вами ассистент пожалуйста помоги мне не оставляю меня здесь одного я ничего не вижу вокруг так темно успокойтесь все нормально где капитан смирнов помочь капитану новое задание полковник это вы что происходит все будет нормально капитан нужно отсюда выбираться привет всем бродягам что топчут зону день за днем уважаемые сталкеры брутальные наемники крутые долговцы а также свободные анархисты и бандиты с вами шоу на волне число и у нас для вас радостные новости путь час снова открыт и безопасен нет-нет мутанты аномалии никуда от нас не денутся но вот барьеры все установки и гребаные монолитовцы кажется теперь не так опасны в центре пекло зоны поэтому хватайте свои рюкзаки похмеляетесь берите все что вам нужно и и бегом к покорению северных территорий вы это заслужили я с вами не прощаюсь с уважением канал на волне число ну вот и все артефакт больше не угроза несчастью погибли весьма хорошие люди ну а мир я надеюсь спасен очень жаль что не все увидели финал их жертва была не напрасной все участники этой операции будут героями посмертно это так странно по идее неостановимым профессора весь мир был бы одной сплошной зоной а ведь об этом даже не напишет газетах ты остановил профессора ассистент не скромничай герой люди любят писать историю создавая интригу придумывая миллионы проблем однако каждый день для них это счастье ведь так приятно проснуться утром увидеть чистое небо над головой и верить в том что день пройдет хорошо о том что произошло знают лишь те кто хоть как-то знаком со сложившейся ситуацией думаю если не весь мир знает о тебе то по крайней мере вся зона что-то я разболтался ты готов улетать я остаюсь капитан зона это место где я нашел себя правда что ли досадно слышать ха ха я уж грешным делом хотел поставить тебя на свои полномочия и спокойно уйти на пенсию не свезло получается рада вам на покой капитан смирнов вдруг этому миру снова будет нужна помощь о как заговорил так я вот и хотел эту ответственность на тебя переложить со спокойной душой ты бы вполне еще разок-другой спас все человечество в прошлый раз в лаборатории на янтаре ты мне это и доказал а еще тогда ты снова отказался лететь со мной так надеешься что в будущем нас еще ждет новая встреча в зоне ассистент ты грубиян мне бы хотелось от атак службы просидеть в кабинете с бумажками староват я уже знаешь надеюсь что следующего раза нашей встречи в зоне не будет передавайте привет от меня института передам а ну можно типа побегать пошли тут бегать полечу с вами не ну а чё нельзя было сохраниться я полечу с вами хочу посмотреть титры да это финал блин ой вот и все а с биянкой то чё надеюсь я стал героем какой-то истории можете я должен быть рад намного больше я ведь черт возьми мир спас по рефлексирую о своей крутости за кружкой пива у костра да пожалуй так и поступлю конец ну вот и все конечно мы сейчас отгрузимся чтобы сказать что я остаюсь посмотреть что будет ну хотя в теории ничего просто скорее всего можно побегать хорошо что такая возможность есть если тут какой-то контент после конца игры то есть может какие-то квестики новые сомневаюсь как я понял мод доделывали быстрее быстрее там разраб ухож ушел в армию но такой он не один человек над модом работал и вам всего хорошего переход в лиманск по рефлексируя своей крутости за кружкой пива у костра но тоже самое говорит что мы только что слышали в принципе ладно можем вернуться в лиманск хотя бы посмотреть все-таки с бьянкой что-то будет не а нафига вы мне говорили что можно цветок сорвать там просто говорит сорви цветок и хи 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 что-то будет а чё будет-то спасибо и все ты даже там в щечку ничего мокнул никто главного героя теперь можно достать оружие куча народу под перегибло что неудивительно в такой опасной операции отправились ну да скорее всего все как я и думал даже парочки фраз не будет от бьяночка тут стоит да ладно серьезно ничего а нафига я дарил цветок но тут как видите да уже ничего особо нет жаль кстати что какого-то контента нет но опять же там вроде как как быстрее быстрее доделывали так с этим ладно для себя смысла никакого не вижу дальше бегать что-либо делать потому что квестиков тут нет кстати вот я отгрузился чтобы вам показать это судя по всему чел который на волне чего был но это не факт а ну тут есть подастать можно посмотреть давайте прочитаем куда-то кпк на волне чзо на этом планшете очень много заметок с новостями аудиофайлов и различного софта предназначенного для обработки и редактирования звуковых файлов судя по содержимому этот кпк принадлежал владельцу канала на волне чзо сверху в строке уведомлений имеется свежее сообщение от неизвестного сообщение привет одинокий путник это я твой любимый канал на волне чзо думаю ты уже это понял да понимаешь какая ирония я-то уже давно мертв вот только я даже о тебе знал гораздо больше чем ты сама себе понял да объясняю я видел будущее а прикинь каково мне до рассказывать о своей тяжелой судьбе и как я к этому пришел не буду начну с конца я добрался до исполнителя желаний загадал желание предсказывать будущее круто да вот только счастье мое длилось недолго этот монолитовский камень никакой не исполнитель а самый настоящий шарлатан мать его в обмен на мое желание это чертов камень забрал у меня возможность ходить сволочь однако будущее я все-таки увидел а перед смертью я записал все что запомнил на свою собственную частоту и запустил определенный цикл запуска моих сообщений по радиоприемнику не удивляйся когда услышал о своих похождениях я давно уже установил таймер на каждый твой поступок поэтому ты слышал его первым как только в зоне что-то да происходило ладно прощай систем надеюсь ты сохранишь в тайне это маленькое недоразумение ведь твою дальнейшую судьбу я не видел удачи вот так интересно сейчас этот мод на хайпе и что-то не про него говорить критическое очень опасно потому что даже столкнулся с этом под прошлыми сериями где я говорил что то что допустим и не нравится но тут же налетали некоторые люди и начинали мне доказывать что это я говноед а мод идеален честно я не согласен что мод самый лучший то есть несколько человек я думаю они на эмоциях это сказанули мод лучший в истории ребят качественный ли этот мод я думаю да но лучше ли он в истории тем кто сейчас ответит да следует через месяцок с холодной головой когда они уже немного остынут еще раз задать себе этот вопрос лучше ли мод это в истории я так не считаю по множеству объективных причин начнем с плюсов у модов очень качественные катсцены это факт в этом разрабы молодцы возможно им нет равных как я воспринимаю этот мод это хороший такой блокбастер поиграть вечерами что тут такое происходит главный герой как всегда избранный он в центре событий все вокруг него летают а только девочка почему-то его даже в щечку не поцеловал за цветок я этого не прощу какую оценку я поставлю моду с учетом фикшенной версии она уже есть мы не будем брать в расчет тогда забаганы квест ламберта этого наебника поэтому восьмерочку я моду поставлю восьмерочку что мне не понравилось конкретно прям не понравилось что наш целый там бал от него да это назначено это артефакты система артефактов тут какая-то странная то есть у нас есть базовые артефакты трилогии ломать мясо медуза выверт и вот эта вот вся тема они попадаются в аномалиях но при этом у нас есть пак из новых артефактов новых кавычках так-то этому папу много-много времени уже но тем не менее выполнили эти артефакты вроде как не редкость и не уникальность по лору данного мода потому что каждый первый тебе дает этот артефакт награду за квест каждый первый тайник практически содержит артефакты эти самые необычные но при этом хрен ты их найдешь по ходу прохождения в аномалиях и тогда вопрос а где они рождаются то есть они рождаются далеко не в каждой аномалии что как бы говорит о том что они должны быть редкими если я за всю игру я stalker ассистент который лазил по таким местам по лабораториям этим подземным вспомните комплекс ярус там такие места такие там условия для зарождения артов даже там не было уникальных артефактов естественно путем рожденных то есть либо по лору этого мода есть варка в этом мире но по какой-то причине с ассистенту ее не открыли либо просто было впадлу прописывать спаван артефакты и в принципе я думаю что именно этот вариант просто было впадлу и я в принципе не осуждаю потому что десятки артов другой вопрос что они не нужны этому году вот я считаю что они нужны вот я писал что-то по поводу в арке человек мне писал контр-аргумент в комментах что ну варка а нафиг она нужна мод то короткий зачем тут делать какую-то варку и знаешь брат я с тобой согласен абсолютно да действительно я так подумал а нахер на тут варка если мод буквально ну не знаю на 11 серий сколько это на часов 15 геймплея действительно на хрена варка вопрос тогда другой а нахрена тут десятки новых артефактов треть из которых я так и не увидел по ходу прохождения вот нахрена но если мы не берем в расчет торговца то есть даже в награду не получил в рюкзаках то есть а нахрена тут десятки артов если для мода с геймплеем на 15 часов хватило бы оригинального пула артефактов скажите что они прав мне кажется что я прав хватило бы это его пузыря туда-сюда можно было сделать пузырь супер редким что вот он упадет только с комплекса ярус или по какому-то крутому квесту и это было бы ценное а тут этот пак добавили как будто знаешь я даже не знаю зачем то есть разрабы взяли таки о хотим качество добавим hd модельки добавим шейдеры всякие которые кстати честно тоже неоднозначно были восприняты аудитории потому что были засветы были все и вот я даже старю ну как будто белесости многовато то есть поднастроить бы еще временами вот я за все прохождение столкнулся с тем и что просто в одно время темнеет или светлеет резко причем резко и как будто не погода в глазах у главного героя то есть тоже какая-то недонастроенная тема ну да ладно в принципе наверное для мода который на 15 часов и тут блокбастер какой-то какие-то взрывы туда-сюда герои спасать зону да это нормальная тема там делать hd модельки ставить шейдеры всякие крутые но они блин даже не оптимизированы помните в мертвом городе было мало фпс причем что я не на запредельных настройках играл и даже уровень освещения скидывал все равно какая-то тема с этим было да это вот еще один минус что шейдеры как будто недонастроенные не оптимизированные система артефактов жирнющий минус все-таки я считаю из-за их обилия создавалась эффект мусорности какой-то просто невероятной мусорности или порой мы видели такой бред что артефакт на хп самый дефолтный стоил дешевле чем научная аптечка это как уважен научная аптечка стоит 4000 рублей сам дешевый артефакт на хп сколько стоил блин сейчас у меня нет спавнера сейчас и не посмотришь о погибших лавеснов костяке у меня остается но от если такой артефакт это даже лучше чем дефолтный арт на hp и смотрите у него давно плюс 1 audi folton арта на хп плюс 2 но зато у него другие характеристик целая куча он в том числе и рано заживлять сколько он будет стоить Ну, скорее всего, дороже должен всего ли стоить Ну, посмотрим Ну, вот торговец Кстати, 3400 Мне казалось, что 4 с чем-то Может, все-таки так оно и было Ладно, я вас обманул 7600 Он берет артефакт Ну, хорошо, хорошо, 7600 Ну, окей, получается 2 аптечки Ну, с небольшим приколом Ну, прикиньте, 2 научные аптечки стоят как артефакт на плюс 1 здоровье То есть, прикиньте, у вас есть предмет, который вам перманентно, пассивно восстанавливает здоровье Да, не так быстро, как научная аптечка, но тем не менее Еще и, внимание, останавливает кровотек Научка тоже, базара нет Но, попутно он еще и бафает вам остальных Еще и восстановление сил, прикиньте, жизненных у вас Еще и остальные всякие приколы, пассивно у вас всегда Но это к слову об экономике То есть, она тут максимально странная Медицина тут перебафнутая по ценам И, в принципе, мой капитал, наверное, отчасти наполовину где-то за счет медицины При этом медицина, как габ... не знаю чего Но и артефактов, как не знаю чего, но они стоят дешман И опять же, а где эти арты? Хорошо, если они как мусор, поэтому они стоят дешево Да, там вот 7000 стоит этот артефакт, его как мусор А где он? Где они как мусор-то, ебнайте Я всю игру искал, не нашел То есть, опять же, складывается ощущение, что взяли пак, поставили И такие, блин, тут столько артов Блин, надо каждый из них вот задействовать И в итоге за каждый квест прописали Туда, сюда, в каждой нычке В каждом рюкзаке, ебнайте Как будто какая-то это мусорка уже, а не артефакты Что вы думаете, ребят? Напишите Хвалебных отзывов по моду понятно Там этот мод уже вошел в топ, в историю и так далее Но напишите объективные минусы Потому что создается впечатление, что Какую-то критику моду говорить зашкварно Там сразу в комменты защитники налетают Создается иллюзия, что все мод только хвалят Так ведь нет Я встречал и комментарии, видел Здесь человек говорит даже, например, по сюжету Я даже по сюжету никаких предъяв не делаю Что да, он какой-то слишком наивный Очередной герой, спас планету и так далее Ладно, это база, это пусть будет Это как бы мод блокбастер Он для этого и сделан, да Что тут? Ну сюжет вот такой, да Сейчас все фильмы такие Но вот я видел даже, что человек писал так И ему там тут же налетали, что-то писали Поэтому напишите, покажите Если кто-то считает тоже, что у мода есть минусы Напишите их А в целом, опять же, повторяюсь, мод не говно Ну вот, пожалуйста, что тут будет Опять артефакт мусорный плюс один минус один Ну, ну, вот Ну в чем я сейчас оказался А тут плюс два, блин, они плюс один минус один Ну а по факту По факту очередной арт плюс один минус один Очередной рюкзак И там ведь кто-то это в плюсы расставил Я посмотрел, кто-то прям это ставит жесткий плюс моду Блин, в моде столько тайников Разрабы понарасставляли А вот я смотрю и думаю Так это ж не плюс Да, тут куча тайников Но почти все они содержат артефакты Потому что разрабы добавили арты Арт пак этот И посчитали нужным Блин, тут так много артов Надо их все в игре расставить Из-за этого их обилие такое Сумасшедшее какое-то становится Мусорное обилие, я бы даже сказал Нафига их столько? Вот как-то так Пишите, что думаете по поводу мода Да я думаю, это восьмерочка Сказал, что подруинило лично для меня Проспал тот момент С каких пор критическое какое-то замечание сказать Причем не куда-то там пойти И дописать кому-то что-то доказывать А просто в своем же видео Это тут же какой-то налет в твою сторону И это оказывается ты говноед То есть в наше время сложно идти против толпы Вы сами знаете Если что-то популярное И ты пошел против этого Все, ты аутсайдер Сразу канкил культуры Вот это вот И так далее, и так далее Надо, наверное, не бояться Все-таки иногда говорить что-то Что идет в разрез с толпой Вау Подарок, прикинь Это уже мне прилетело Походу от хейтера От того, кто Ааа, ты на мод насрал Хотя опять же Где я его обосрал? 8 баллов я поставил Каким модом я ставлю 8 баллов? Да вообще мало каким Но считаю, что мод в целом достойный Он в целом очень качественный Вот и все Ладно, много наболтал Ребят, пишите что думаете Думайте что пишите Всем счастливо Пока и до скорого Ну и решил я задонатить разрабам Если через их изэшник Нажать кнопку донейт Тебя перекидывают на эту страницу И можно немного забашлять ребятам Немного ребятам забашлять Думаю, что полторашку будет достаточно Да, немного Но у меня сейчас времена тоже не самые хорошие Как вы знаете Поэтому в принципе Думаю нормально На шаурму На пиван деппела Или там на кофе Не знаю, что разрабы пьют Какой-то еще эффект можно добавить Вон пусть будут сердечки Ебда Что за донатные платформы У меня донейшн алерт Так, а что войти надо? Как понять войти? Да не, можно и так Манузлик, спасибо Банковская карта Сейчас переведем Номер карты Ребят, это же можно прям так вводить Не прятать, да? Так, ну все Перевод отправлен Для чего я это показал? Чтобы подать пример Все-таки у меня есть небольшая аудитория И может быть мой такой пример Который я показал Сподвигнет еще кого-то По мере возможности, конечно же Какую-то копейку мододелам закидываясь Когда они свои продукты выпускают Потому что у нас так не принято Не то, что не принято Ну как-то не в моде это, знаете Ну вот, по возможности Можно такое делать Всем спасибо, счастливо И теперь точно пока А, еще Это первое, по-моему, прохождение Ну из 10 плюс серий Которая состоит Или там даже 5 плюс серий В котором каждое видео Больше 30 минут Прикиньте Вот так вот Спасибо за внимание